Арут Казарям показывает и рассказывает об Алеппе, городе, который практически стёрт с лица земли. Памятный уголок длиною в жизнь. Хронология фотографий обрывается роковым 2012 годом. Вот так выглядел магазин Арута после первых бомбёжек. Оставив бизнес, он в 40 лет был вынужден начать всё с чистого листа. На историческую родину перебрался в том же 2012. Дилеммы, чем заниматься, перед Арутом не стояло. Будучи выходцем из семи рестораторов, открыл в Ереване собственный ресторан. Сначала мы хотели остаться в Армении 3-4 месяца, переждать неспокойные времена. Потом поняли, что война в Сирии затягивается и нужно наладить тут своё дело на постоянной основе. Было трудно в плане адаптации к новым условиям, но у нас получилось. В Ереване я чувствую себя спокойно и не чувствую себя тут чужим. Восточная кухня с армянским привкусом местным приглянулась. Арут Казарян горящими глазами рассказывает о предстоящем расширении. Появятся новые рабочие места, а это сейчас самое главное. С обострением ситуации в Алеппо поток беженцев в Армению увеличился. За 4 года войны от богатой 100-тысячной армянской общины в Сирии не осталось практически ничего. И если первые беженцы приезжали при относительном достатке, то новоприбывшие зачастую не могут оплатить даже месячную аренду жилья. Принять всех, обеспечить кровом и работой армянские власти затрудняются. В Министерстве диаспоры о проблемах сирийских армян осведомлены хорошо. Решить их пытаются в меру своих возможностей. У сирийских армян есть текущие долговременные проблемы. Мы пытаемся устроить детей в детсады и школы и решить вопрос субсидирования высшего образования. Более глобальные проблемы связаны с трудоустройством и жильем. Удалось наладить посредническую работу со всеми заинтересованными структурами, чтобы максимально облегчить бремя этих людей. В условиях постоянного притока сирийских армян особенно значимой стала работа благотворительных общественных организаций. Они появились практически одновременно с первыми беженцами. Финансируют их армянские меценаты международной организацией. Только фонд известного филантропа Рубена Вартаняна выделил на нужды НКО 100 тысяч долларов. В небольшом помещении работают 4 человека. Еще 150 волонтеров оказывают помощь сирийским армянам ежедневно. НКО Алеппо не только встречает, размещает и пытается трудоустроить беженцев, но и помогает им выбраться из полуразрушенной Сирии. В рамках организации мы разработали несколько программ, и касаются они разных сфер, начиная с решения социальных проблем и заканчивая вопросами образования. Многие свое будущее связывают с Арменией. Мы делаем все, чтобы эти люди не разочаровались в своем выборе. Пока Армения пытается приютить своих соотечественников, сирийские армяне меняют саму страну. На улицах Еревана то и дело можно заметить вывески, связанные с Сирией. В сферу услуг сирийские армяне привнесли иную культуру обслуживания. Они целеустремленные, деятельные и непривыкшие жаловаться на судьбу. Арам показывает новую партию одежды собственного производства. Штут ее в Сирии, где, несмотря на войну, удалось отстоять завод. В Ереване пока действует только один магазин, не в центре, чтобы не переплачивать за аренду. Это семейный бизнес, занимаемся им долгие годы. Война, разумеется, внесла свои коррективы, но даже сейчас некоторые наши магазины в Сирии работают. Большие планы связываем с Арменией. В ближайшее время откроем еще один магазин во втором городе республики – Гюмри. Артур Хачатян. Настоящее время. Ереван. Артур Хачатян. Артур Хачатян. Артур Хачатян.